там в корме просверлить дырочку и чопиком ее потом за вообще открутить это все потому что у нас не было шампанского короче без шампуня вся не стройте корабли без шампуня но приедем с герметиком и шампанским за заделаем дыры разобьем шампанское зато у нас сейчас в нашей яхте полы мытые щучка жареная по пути поймать и салат капуста с морковкой не на гарнир у нас гречка сегодня будем ужинать вот так печеночку лосиную сусонную оставим на завтра на обед гречки гречка останется как ваше настроение пусть нам завидует андрей да почему отлично и потому что у нас приближается кажется спуск на воду на 3 постройки но это не было просто неизбежно потому что нормальные пацаны взялись за это дело и да просто нам не на чем ехать домой давайте уж начнем на попутках вон весь день гудят по реке лодки можно и на попутки у нас маленькая лодка оборудование вот такая у нас плитка пожарная короче андрей нас кинул вы теперь поняли нас кинул андрей короче на плитке такая фигня когда на малом газу ставишь баллон он газет гадит все нормально и потом через какое-то время короче через какое-то время замерзает и ним покрывается и вот здесь отсюда газ вспыхивает надо успеть отключить газ короче пожароопасная тема ну ничего мы уже привыкли короче только под подробнее и все 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 Субтитры добавил DimaTorzok 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 да я до грибу герметик нас подвел герметик говно вот этот герметик держит а вот этот который не застыл он и это вон он сифонит прям да держу бревно какой давай потянем пока что-то как-то вот за это уже мы хрен ее потянем и он там хотя бы подтягивать за это а там куда то есть здесь она на солнце хоть будет потихоньку сейчас мы ее вытащим вот так ровно герметик чего прям выдал я вот так расстаю как фонтан пошел вот подожди держи сейчас подтянем вот 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 Продолжение следует... 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 В общем, загрузили вещи все в Неман. Вот, и сейчас будем мастить место, куда нам её нужно перевернуть вверх дном, чтобы она сохла, и потом по приезду, когда мы сюда приедем, мы замажем оттуда щели все хорошим герметиком, она подсохнет, и тогда мы стартанем. Вот, сейчас, в принципе, дотянули куда надо, осталось сейчас подмастить всё, да? Мастить нам надо в районе шпангоута, чтобы она, когда мы будем её сюда воротить, она у нас опиралась на шпангоута, а не как усиление. Но надо, чтобы на него она вот сейчас легла, и потом врук, и сюда. Может, тот сейчас, вот этот приволочек. Большой? Да. И он толще, даже ничего ложится. На, я тебе выдам перчатки. Спасибо. Внеплановая выдача спецодежды, средства индивидуальной защиты. Надо только пилиным, наверх ложить. Так, а какой-то толще. Туда, вот эту мою. Вот так. Ещё давай. Сейчас, подожди, надо тут хитрый ещё манёвр сделать. Хитрый манёвр заключается вот что. На, оттуда подай мне эту верёвку. Туда надо тянуть за вот эту ещё, она будет хорошо помогать. Если бы у нас был кто-то третий, да. У нас третий есть блоки. Куда там заблочится? Ну, сейчас кустарник свяжем. Там сильно усилий-то не надо. Сейчас, в общем, мы её попробуем за эту верёвку туда куда-то привязать, не знаю куда-то. И будем крутить, чтобы она у нас легла на борта дном кверху. Вот тут, как кажется, всё будет. Вот тут, как кажется, всё будет. пози пози не только сейчас вот она как раз веревка и держится она на досках не пойдет вот колбу вбить какой-нибудь вот эту доску заточи и вот здесь тоже это короткий может вот вот эту доску затачивай торопись сейчас надо оттуда наверное вот той доской ловить подпорку как я делал там подпорку что вы да эту доску ставь ее вот сюда по центру вот большую большую а этой под подопри не и тот край да вот так туда а здесь эту перевалило держи опускай 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 на таком рычаге то удержи фигура ровная стали как у женщины ровно лежит не перекоса бочина в принципе стекать будет вот тут надо поднимать где-то где-то здесь шпангоут не дает выше шпангоут еще выше вот такая она с дна и вот такие швы вот это клей вылез швы в принципе хорошие плотные ну там где косяки там конкретные косяки и мы эти косяки хотели исправить это клей вот он засох и он как бы нормальный вот в общем оставляем на сушку в таком положении потом будем приезжать с герметиком герметизировать все давайте высохнуть и потом уже спускать на воду сейчас все заканчиваем лодка сделана ну чуть-чуть получился косячок так что так ничего исправим встретились с иванычем поболтали на скорости заводе ну бывайте ханты 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 но скорости заводит чтоб скорости выключать и сразу пошел 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 на шланги гонять за гренто тарина держит все ушел в точку ну а мы едем в лодку конопадить прибыли мы на место с новым герметиком скорость и сейчас мы будем работать пару дней нас не было как раз стояла хорошая погода и мы думаем что все просохло и сейчас нам надо все прогерметить максимально хорошо в общем занимаемся герметизацией сегодня до вечера если все ну мы должны загерметизировать тут работы немного загерметизируем и оставляем ее до завтра сухнуть а завтра переворачивать нынезапно будет да конечно мы с утра ее перевернем она просохнет дно у него роса уйдет дно просохнет и мы ее перевернем и смотри там где у нас косяки мы загерметим мы кстати сегодня ехали когда на машине герметик выдавили на листок бумаги положили и смотрели время засыхания он где-то за два часа ну слой где-то в два-три миллиметра он схватился в машине там плюс девятнадцать где-то было вот так и я думаю что он сегодня на теплую доску сейчас намажем он возьмется поэтому начинаем работать короче лоханулись и я купил вот такой акриловый герметик и он раскисает в воде хотя написано для всех работ наружных и внутренних вот этот герметик силиконовый ультима это вот им первым корму заделывал а потом купил здесь вот ванна нарисована а там окна нарисованы универсальные универсальные а здесь вот конкретно написано для работ во влажных помещениях а на том написано ну здесь может тоже с мелким шрифтом написано там написано что для герметизации водосточных труб то есть постоянное воздействие воды тот герметик держит вот этот не знаю в общем и по цене и по своим свойствам ультима вот это побеждает а это просто пипец был первое место под мотором мотор еще не отрегулирован цепляет воздух поехали сразу за этим за пилой за пилой я попробую развернуться видишь на развороте сразу воздух цепляет я сижу на носу практически тут метра два сейчас замерим скорость по течению двадцать четыре с половиной против течения двадцать девятнадцать пять девятнадцать пять девятнадцать пять двадцать пять двадцать 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 сейчас по течению двадцать пять почти двадцать четыре и восемь еще движок не осажен до конца на поворотах цепляет чуть воздух на поворотах цепляет чуть воздух что разворот разворачиваемся на полном ходу туда пока сверли шерпала протираем уже двадцать 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 горена горена двадцать троцать надпись О, самое включение, вот так. Блин, мне нравится. Вообще пора. Реклама, один вопрос уйдет. А? Другие вопросы. Воды практически нет. Так немного. Ее можно вычерпать тряпкой. Я видел, что мы поднимем. Мы задрались на стене. О, да, где-то там. По левой стороне. Вот где-то возле спеца, по-моему, идет. За спангоутом, где-то. За спангоутом, где-то. Да, да, в эту сторону. Пройдем, береги на спасть, на тряпую. Да, там плевно, что ли, какое-то? Глубина. Меньше метка, наверное, да? Подальше. 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 А вот, на повороте цепанули воздух. Что? Надня скорость не справляется? Ну, да, остановить же надо сейчас, а то, ну, пошли назад, нормально, а я здесь все просадил, но все будет нормально. Включаем задний ход, как Поржа. Загрузили Немана, скорость почти не поменялась, стало 20 км в час, а так было 22. Загрузили Немана, скорость почти не поменялась, а так было 20 км в час. Чепки наши крепежные. Загрузили вещей. Идем против течения около 15 км в час. 16 км в час. Хорошо. Что можно сказать? Да, расход покажет. Так, сколько везем в поле дома. Добрались до Угута. Вот так выглядит наша погрузка. Два ночи добирались два часа. Течи практически нет. Так, в принципе, в среднем 16, ну, 16 км в час. Движок, в принципе, ест вот этот, если на Меркурии, эй, на Немане, 8 литров, 8 с половиной на глиссере, то сейчас он ему съел 16 литров за два часа. То есть разницы нет, один час на нем или час, или два часа на этом. Но груза привезли мы больше, чем залезло бы в Нема. И плюс нас двое. Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok